Нижегородские домоправляющие компании продолжают захват жилого фонда с использованием незаконных методов. Методы эти уголовно наказуемы, но лишь в теории, а не на практике. На деле, год от года, коммунальщики практикуют захват на квартирных домов с помощью подделки подписей их жителей. На этот раз домоправляющая компания захватила новыми на квартирный дом в советском районе. Жители, с которых хотят взимать плату неизвестный кто и неизвестно за что, возмущены. Я сравнил подписи в бюллетене, который якобы был от нашей квартиры предоставлен в ГЖИ, с той подписью, которой я всегда подписываюсь. Естественно, эта подпись не моя. В паспорте, соответственно, подпись можно посмотреть, как она устроена. Соответственно, в бюллетене подпись длинная. Я решил сходить в госжилную инспекцию, куда были предоставлены все бумаги. Я нашел там свой бюллетень, увидел там подпись, которую мы не ставили, ни я, ни жена. В госинспекцию, ну естественно, они поняли об этом, то есть я им это сказал, что это является подделкой, но они сказали, что им нет смысла отдавать никакое заявление на этот счет, лучше писать заявление сразу же, либо в полицию, либо в прокуратуру. Это протокол этого несостоящего собрания, на котором мы, оказывается, все проголосовали, приняли. Компания Стар, она в настоящий момент зарегистрирована, она к нам пришла и якобы нам оказывают услуги. Два гражданина ко мне приходили домой, а один из них является учредителем, второй его партнер. Они просто среди делал дня ко мне пришли домой. Они мне предложили стать управляющим в этой компании, которая должна была быть на нашем доме. Я говорю, мы хотим делать ТСН, это все неинтересно. Предложения я их не принял, но оказывается, в общем, они и без решения собственников могут совершенно спокойно, самостоятельно принимать какие-то решения. Я считаю, что причина в таком поведении управляющей компании всегда одна, это прибыль, гонка за прибылью. Любой дом, особенно квартирный, особенно где очень много квартир, как, например, здесь практически 200, это лакомый кусок, с которым можно собрать очень большие деньги и потом впоследствии просто ничего не делать. Хлебный край. У нас просто сейчас 5 лет, и дом должен переходить на капремонт. Появляется волшебная статья капитального ремонта, и это такой краник, на который здорово врезать свой вентиль. С учетом того, что у нас в чате порядка 145 человек, собственников и жильцов в доме, когда мы сверялись по тому собранию, которое якобы у нас проводилось, выяснилось, что никто не голосовал, и, соответственно, для нас это в том числе было удивительно, что так получилось. Если честно, я не знаю, какой был расчет у инициаторов собрания на то, что кто-то, может быть, не узнает об этом, или у кого-то не будет возможности сходить проверить наличие своего бюллетеня со своей липовой подписью. Что вызвало подозрения? Собственником помещения является гражданка, которая являлась инициатором, и которая подписала у нас протокол. Это Колотова Светлана Сергеевна. К сожалению, нет возможности оперативно получить всем собственникам доступ к протоколу и, соответственно, к бюллетеням, которые проголосовали, потому что новая управляющая компания, ООО «Стар», она, соответственно, вынесла на повестку хранение всей документации по дому у себя в офисе. Я уверен, что это такая же ловкость для того, чтобы не было возможности людям очень быстро сравнить, как они проголосовали на том собрании, которое не состоялось. Самое удивительное, что посмотреть эти поддельные подписи в бюллетенях вообще невозможно. Где находится офис этой новой домоуправляющей компании, неясно. Жители найти его не могут. Мы, собственно говоря, приехали на юридический адрес данного юридического лица и не нашли никого. Ни вывески, ни для данного юридического лица, и никто из тех арендаторов и помещений, в которых они даже не слышали про эту компанию. Мы тоже не слышали раньше, но теперь мы о ней знаем. Это социально ориентированный бизнес. Эта компания должна быть лицом, не как избушка, к лесу передом, ко мне задом. Она должна быть к собственникам, к тем, кому она предлагает свой сервис. Мы и сервис не можем найти, и избушку найти не можем. Смотрите, здесь еще в интернете есть номер телефона этой компании. Может быть, попробуем позвонить, наберите. Я предположу, что нет у нас такого абонента, в смысле оператора связи, который предоставляет такие номера. Ну, попробуйте, попробуйте. Очень странный номер, да, согласна. Все девятки. Номер все девятки. Неправильно набран номер. Это вот как раз вопрос о том, что это социально ориентированный бизнес. Компания, которая зашла в дом на 200 квартир со сложной инфраструктурой. И при всем при этом, то есть вот, уже сейчас это вот выглядит так. Кстати, подобные махинации с подделкой подписей жителей домоправляющей компании проводит регулярно. Также регулярно жители обращаются в полицию. Но дела по таким обращениям возбуждаются крайне неохотно. А если возбуждаются, то потом закрываются за отсутствием конкретного обвиняемого. Хотя в Нижнем Новгороде и городах области дуками за последние годы были подделаны, скажем, без преувеличения, десятки тысяч подписей жителей. Мы уже несколько лет снимаем об этом сюжеты. Ни в одном случае того конкретного человека, который рисует подписи, полиции найти не удается. И дело закрывается. Госжилинспекция, которая на основе поддельных подписей принимает решения в пользу домоправляющих компаний, подлинности этих подписей не проверяет вообще, так как это не входит в их компетенцию.